Мы сегодня представляем нашего утреннего гостя Роман Родионов, путешественник. Роман, доброе утро. Доброе утро. Мы все в какой-то степени путешественники, туда-сюда, там, в общем, как-то там стараемся мир посмотреть. Вы, я так понимаю, в этом смысле пускаетесь во все тяжкие. Имеется в виду, что ваше путешествие это такая отдельная история, автомобиль, дорога и, собственно, пункт назначения. Где успели побывать, вот, собственно, к данному моменту? Ну, слушайте, если перечислять все, то, наверное, самые интересные путешествия запомнились вот из того, что в последние годы происходило. Это вот Норвегия, Скандинавия вся, Швеция, Финляндия, Кольский полуостров. Ну и, соответственно, направления такие, которые вот последнее время изучаю, это Кавказ, потому что сейчас пока границы закрыты, я не могу поехать, как раньше, например, куда-нибудь в Турцию, как мы раньше это делали. И изучали эту страну не так, как обычно люди изучают, когда прилетают в Турцию на самолете и отдыхают на курортах. Мы, допустим, эту страну с женой исследовали целиком, проехав по северу страны, по центральной части, доехав до пролива Босфор. А сейчас вот вдвоем с сыном три месяца путешествовали по Кавказу, то есть там все, начиная от Абхазии, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Ну, в общем, практически все от Каспии до Черного моря. Наверняка скопилось очень много впечатлений. Нашим зрителям посоветуйте, куда можно отправиться и получить массу вот для себя интересного, массу информации. Ну, с учетом того, что сейчас границы у нас не позволяют проехать везде, куда я могу посоветовать нашим зрителям поехать, поэтому, ну, наверное, имеет смысл сейчас, вот если мы вещаем на Красноярске, на наш край, то, соответственно, имеет смысл поехать прямо сейчас на Зимний Байкал. Это вот прям конец февраля, самый сезон, потому что там сейчас будет как раз самое такое вот конец февраля, начало марта. Это вот лучшее время для того, чтобы туда съездить. Во-первых, ехать недалеко, во-вторых, это достаточно близко от нас. В-третьих, там сама по себе атмосфера такая, что там, ну, в общем, нет аналогов в мире. И поэтому, ну, вот из того, что доступно, из того, что относительно недорого, из того, что можно действительно многое там увидеть, это вот на Байкал, да, вот если вот такие советы давать. А если в перспективе уже, ну, подальше поехать, то, конечно, в связи с тем, что сейчас многие стали выбирать путешествия на автомобиле, мы можем сейчас уже там поехать куда-то подальше, не только на Алтай или там куда-то в Ергаке, да, где у нас обычно люди раньше ездили куда-то или там ходили пешком в походы, а выбирать именно вот направление, связанное с тем, что у нас очень много мест, которые для себя люди стали открывать, такие как Камчатка, например. То есть люди все время там куда-то за рубеж пытались попасть, а сейчас вот в наше непростое для открытых границ время мы можем запланировать, например, путешествия там на Русский Север, да, тот же Кольский полуостров, там такие места, которые, в общем, у нас для многих просто удивительны, что, оказывается, у нас вот есть такие классные места, да, как Хибины, да, там такие горы невероятные, вот, то есть мы там побывали с моей семьей, и действительно это впечатлило очень сильно. Мне уже захотелось поехать. А на Камчатку можно попасть на автомобили вообще? На автомобили можно попасть на Камчатку. Смотрите, там, если воспользоваться переправами, то, в принципе, можно своей машинке доехать прямо туда, но это прям кардинально недешевый способ ехать туда далеко, поэтому проще будет туда прилететь, там взять в аренду машинку и покататься везде. А вообще автопутешествия, это бюджетный способ перемещаться? Ну, смотря с чем сравнивать. Это, как знаете, можно небюджетно поесть в столовой, понимаете? То есть здесь такая история про то, что если человек едет на машине, то он имеет больше возможностей, и поэтому здесь, когда речь заходит о деньгах, надо понимать, что здесь, в первую очередь, надо не про деньги думать, а про то, что ты сможешь увидеть благодаря автомобилю, потому что если у тебя машина, ты можешь не зависеть от самолета, ты можешь не зависеть от отеля, ты можешь жить прямо в автомобиле. У меня в машине есть прямо на крыше большая палатка, я прямо в ней ночую. Мы вот три месяца с сыном вдвоем только в ней спали в горах Дагестана, и поэтому, в общем, чувствовали себя замечательно. У вас машина такая немножко негражданская, у вас автомобиль подготовленный, как-то модернизированный, и там, я не знаю, что вы с ним сделали. Ну, да, то есть у меня это дом на колесах такой, то есть это большой черный внедорожник, и у меня там есть душ, у меня там есть кухня, у меня там есть... Слушайте, надо отдельно сюжет снимать и вот рассказывать про весь ваш автомобиль. Давайте уже перейдем к самому интересному вопросу. Какие чудеса, может быть, с вами или необычные ситуации с вами случались на дороге, где вы подумали, действительно, что за чудеса происходят? Слушайте, чудеса просто надо видеть в простых вещах, поэтому если вот их замечать, то они каждый день случаются. То есть как бы кайфовать от того, что ты видишь, и радоваться каким-то... Ну, для меня самое большое чудо, это когда я ехал по Норвегии, моей любимой, я обожаю Скандинавию, я еще с подросткового возраста много о ней читал, и меня тема викингов интересовала, и история этой страны, и поэтому, когда я туда попал, для меня, в принципе, нереально было, что я вот это вижу своими глазами, это на самом деле можно выйти, вот все пощупать, каждый листик, увидеть вот это все, и это настолько нереально красиво, что, ну, у меня слов никаких не было, кроме не самых цензурных, я просто ехал с открытым ртом, вот, по сути, все время, пока я там находился. То есть вот эта природа, которая есть вообще на Земле, когда вы видите вот это что-то новое для себя, вы, наверное, вот для себя отмечаете что-то... Это именно, да, это именно, вот я это воспринимаю как что-то такое, что сложно даже вот понять, что это, в принципе, вот это вот возможно, что у нас ведь многие считают, что плюс-минус везде все одинаково, и глаз замыливается, когда человек, допустим, там постоянно видит одно и то же, вот эту там работа-дом, работа-дом, вот эти серые будни, а потом, когда он так вот раз перезагружает свой мозг, и он живет вот там и работаю, вот я удаленный, соответственно, мне не надо ходить в офис и сидеть, грустить там где-нибудь, там в каком-нибудь подвале, сидя, думая, когда же у меня там рабочий день закончится, и поэтому я вот сижу там где-нибудь на берегу моря, например, и у меня каждый день картинка меняется, и для меня уже вот это чудо, а так, интересно... Слушайте, вы заворожили всех... Слушайте, ваши большие планы, это кругосветка, ну, понятно, что любой путешественник, это вот вершина собственного устремления попытаться объехать мир. Как это вообще возможно технически на автомобиле? Есть ли план готовый? Я так понимаю, только пандемия сдерживает вас от реализации, и сколько это вообще должно занять времени по вашим, по вашим расчетам? Я бы не согласился, что вершина для любого путешественника это кругосветка, потому что это... Нет, ну дальше только на МКС, но там надо быть вот известной актрисой, иначе... Ну, видите, сами по себе путешествия, это не чемпионат по достижению пройденных километров или там увиденных стран, а это в большей степени, наверное... Ну, есть, конечно, путешественники, которые там ставят галочку, там ставят там на карте, значит, отметку, что вот я здесь и вот здесь вот побывал. Ну, в первую очередь, знаете как, можно побывать в стране, не увидев страну, то есть быстро пролететь, промчать, там, проезжая полторы-две тысячи километров за день, и, ну, да, я там был, но я ничего не помню, потому что я ничего не успел увидеть. А можно проехать так, что в той же Норвегии вы не сможете проехать полторы тысячи километров. Чисто технически, да, возможно, но вы будете проезжать просто мимо таких красивых мест через каждые пять минут, что проехать их просто, и дальше, ну, это преступление. То есть это просто будете ехать и рыдать просто, у вас будут слезы течь по щекам, потому что это настолько вот поражает, что там очень тяжело ехать. То есть выходишь постоянно, все снимаешь на телефон, фотографируешь, потом поворачиваешь куда-то за угол, через пять минут опять выбегаешь, опять там полчаса или час целый снимаешь. То есть самое главное впечатление. Концентрация красоты, да, она, в общем, не везде одинаковая, и поэтому вот для меня кругосветка, это просто, здесь даже никакой временной отсечки нет. То есть для кого-то это шесть лет, да, пройти кругосветку, для кого-то это там шесть месяцев. То есть вообще, как бы кругосветкой считается, когда человек побывает на всех континентах и пройдет по каждому континенту, там минимальное расстояние в районе там пяти-пяти с половиной тысяч километров по каждому континенту. Но это тоже вот не самоцель. Понятно, Роман. Ну, в таком случае нам сейчас только пожелать реализации этих планов в том формате, в каком вам это будет удобно сделать. Роман Родионов, автопутешественник, был у нас в гостях. Друзья, нам пора двигаться дальше. Роман Родионов, автопутешественник, был у нас в гостях.